Встречаем красоту в нашей студии. Эта красота представлена Светланой Барабановой, обладательницей гран-при конкурса Сарафан Фест. И также вы сейчас увидите ку-ку, которая выглядит совсем как живая, красавица. Доброе утро, Светлана! Расскажите, как зовут эту чудесную... Есть же, наверное, имя тоже? Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Доварищи земляки и ведущие телепрограммы «Утро на эмиссии». Это у нас кукла Сар Пеге. По-русски получается красавица. Ну вот, все очень просто. Но мы сейчас добавим, почему Светлана и Сар Пеге оказались сегодня в студии. На днях, буквально накануне завершился конкурс на самый красивый Сарафан. Все участницы шили и украшали свои костюмы вручную. И наша гостья как раз обладательница гран-при этого конкурса. Светлана, расскажите про свой костюм. Начнем с этого костюма, потому что действительно красота. Ну, костюм, конечно, это прежде всего символ своего чувашеского народа, который как бы характеризует душу, материальное, духовное мастерство наших мастерей чувашеских. И где соблюдаются вышивки нашего народа, это руничные письменные, я вам ознакомила, символами наших узоров, которые применяются в костюме. А где вот они отображены в костюме, чтобы мы могли... Ну, в данном случае я сегодня принесла вам показать самый главный символ нашей республики чувашеской. Это символ древорода. Древорода, в данном случае, вот это само дерево и окаймленное тремя солнцами. То есть молодостью, зрелостью и старостью. Три ствола, три вертикальные линии, вот эти вот три, это ствол древорода, символизируют три диалекта чувашеского языка. Первое, это верховой диалект, средний диалект и низовые чуваши, а на три. Я же являюсь представителем низовых чувашей. То есть я примыкаю ближе к республике Татарстан, и мы являемся низовыми чувашами. А в нашем крае где живут чуваши? В нашем крае... Есть они, за что есть. То есть в основном, наверное, сосредоточено в Казачинском районе, в Козульке, в Большой Мурте. То есть и север, и с центром. То есть по всему краю расположены, где у нас в основном проходят наши чувашские праздники, Акатуи. Конечно, примечательно, будучи здесь у вас в гостях, я бы, конечно, выразила огромную благодарность нашему совету Крещуарской автономии региональной Красноярского края лице-президента Геннадия Ивановича Храмова, который делает свою работу по сохранению культуры нашей автономии. Светлана, скажите, пожалуйста, а сколько времени у вас ушло на то, чтобы создать костюм? Или он у вас был, вы просто взяли, одели и пошли? И вы ходите ли вы в нем хотя бы по празднику? Ну, естественно. Это же гордость нашего народа. То есть вы, наверное, обратили внимание в том, что наши костюмы имеют белый цвет. Да, они все цветы вышли. Белый цвет, это говорит о сакральности, сакральной, само одеяние, это уже сакрально. А белые и красные цвета, которые применяются в изготовлении костюма, говорят о чистоте. О души и принципах моральных. И да, поэтому. Но в наших вышивке, в наших костюмах покажу вот на моей кукле, которая как бы и явилась как бы... Как раз поводом для победы, да? Да, в присвоение для победы. То есть гран-при. В данном случае, если говорить о вышивке, где есть вот руничные письмена, это вот эти вот зигзаги, это является периодичность движения. Вот эти вот елочки, если взять в отдельности, это символ древа рода. Символ древа рода. Вот у вас монеты есть на воротнике, да? И у нее тоже имитация. Что это означает? Ну, примечательно то, что в нашей культуре, это что в изготовлении костюма применяются различные виды декоративно-прикладного искусства. Прежде всего, вы обратили внимание на вышивку, что вышивка везде у нас вышивка. Вышивка, в которой используются все эти вот эмблемы, которые я вам показала. Это бисероплетение. Вот, да, например. То есть шичье бисером. Вязание. Вязание крючком. То есть тоже орнаментировано с монетами. Это маниста. Маниста, прежде всего, это изготавливались из серебряных монет. Ну, по достатку каждого двора. То есть это проявляло достатки, да, человека? Говорило о достатке. Когда молодой человек приходил в хоровод, он, глядя на ряд девушек, он уже знал, стоит ли ему подходить к этой девушке. Потому что вышивка сама говорила, какому роду принадлежит эта девушка. Богачка, средняя или... Ну, крестьянка, да, скажем. То есть, читая вышитые рисунки, он уже знал, и если он там богатый, значит, он не позволял себе. Поэтому платья молодых девушек не украшались так. Просто так, что вот без лишних вышивок, чтобы он не мог этого определить. Что-то такое вот так. Да, так и было. Потому что приду вот в рубашке, девушка в рубашке нарядная, читая вышивку на рукаве, я читаю, надо приходить утром. Читаю узор на подоле, надо приходить вечером. То есть все эти вышивки... Вот такая вот загадка, ребус, девушка ребус. Чтобы не все так было просто. Ну, а судя по действительно элементам, которые используются здесь в рукоделии, это вот и вязание крючком, и бисероплетение. И вот здесь я даже не знаю, какая техника применяется для того, чтобы вот этот манжет, да, сделать воротниковым. Манистой. Манистой. Это действительно нужно быть большой рукодельницей. Поэтому мы, глядя на все эти красоты, понимаем, почему вам дали гран-при в конкурсе. И поздравляем вас с этим. В четырех номинациях вы выиграли. Поздравляем. Самый главный должен быть вот эта кукла. Все, договорились. Поэтому сейчас, возвращаясь к своему наряду, вы меня попросили прийти в том наряде, в котором я была. А сейчас я вам проясню, что самое главное достояние нашего Чувашской республики – это памятники культуры. То есть головные уборы женщин, которые изготавливались, как я уже сказала, из серебряных монет. В данном случае вот этот головной убор – это головной убор девушки. Вот пикточкой. Нам не головной убор. Это головной убор как бы замужней женщины. Вот этот хвостик, этот хвостик служит оберегом косы женщины. То есть надо было… Оберегал, да, оберегает. Ну, на груди вот эта вышивка, вот здесь вышивка есть, это с двух сторон. Это своего рода символичность, потому что женщина является как бы продолжителем рода, вскармливает детей. И эти рисунки, каски называются, они, как вы видите, оберегают зручь, чтобы молоко у женщины было для вскармливания продолжителя рода. Можно бесконечно, конечно, говорить, да, потому что время у нас эфирное. Не хватает времени для того, чтобы обсудить все эти детали. Мы сейчас пока сфотографируемся со Светланой и допродолжим. И сможете вы найти подробности и на сайте, и в нашей социальной сети. Благодарим Светлану Барабанову, обладательницу гран-при конкурса «Сарафанфест» и ее вот такую работу за то, что пришла к нам этим утром в студию и привнесла столько красивой эстетики и красивого, да, и эстетичности сегодня в этой студии. И очень, причем, традиционного, традиционного и национального. Спасибо большое, Светлана. Спасибо всем.